Добрый вечер! Сегодня программа «15 минут» предлагает вам обзор творческой жизни в студии Оксана Батуева. Из всего многообразия событий, происходивших на днях в культурном пространстве Красноярска и Края, я выбрала несколько наиболее заметных и значительных. В этом выпуске речь пойдет о 12-м международном фестивале современного танца «Осидора». Вы узнаете, чему учили приглашенные хореографы и о чем танцевали участники фестиваля. Основоположница свободного танца, танца модерн Айсидора Дункан в начале 20-го века покорила своим экспрессивным, авангардным для того времени искусством Россию, Америку и Европу. В начале 21-го века именем прекрасной босоножки был назван Международный фестиваль современной хореографии, который вот уже 12 лет проводится в Красноярске и продолжает развивать идеи свободного самовыражения и эксперимента в танцевальном искусстве. О нынешнем фестивале в сюжете далее. Сила современного искусства, современной хореографии, что это всегда проходит через какой-то эксперимент. То есть экспериментируя с телом, не на заученных движениях, которые сидят в теле, а именно находить новое что-то. Именно из этого, то, что они находят, и создается тот спектакль, миниатюра, перформанс. То есть много разных вариаций выхода этой информации в какой-то продукт готовый. Результаты творческих экспериментов гости и хозяева фестиваля «Асидора» представляют на сцене ДК «Комбайна строитель». Их постановки у одних могут вызывать восхищение, у других полное неприятие. И это нормально. Те люди, которые открыты для всего нового, им, конечно же, легче, они все понимают, но они допускают возможность того, что этому есть место быть. А те, которые такие, ну как бы уже состоявшиеся какими-то канонами жизни, они, конечно, сложно. Современная хореография достаточно сложная вещь для восприятия. Я сейчас это, ну, понял буквально только что. Неоднозначное ощущение на самом деле. Может быть, надо действительно быть ценителем, чтобы понять. Но стараюсь вникнуть. Стоит отметить, что с каждым годом круг посвященных и заинтересованных зрителей становится шире. Многим действительно интересен и понятен язык современного танца, которым артисты пытаются говорить с нами о нашей жизни, о проблемах межличностных отношений, о потреблении, об экологии и многом другом.